Запомните древнюю истину, которая во всех священных писаниях написана. Ровно столько, сколько вы ждете счастья от близкого человека, ровно столько вы от него получите страдания. Не важно кто, любой человек. Любой человек, которого вы сильно хотите счастья, он вам вместе с этим счастьем столько же принесет и страданий, какой бы хороший этот человек ни был. Но чтобы не ждать счастья, надо его отдавать, потому что счастье — это энергия, которая или туда, или сюда действует. Если ты счастье отдаешь, тогда ожиданий меньше. Вот это интересный феномен, люди не знают о нем. Вот некоторые думают, как мне не ждать, я не знаю, как мужа воспитывать, я его жду постоянно. Порчу человека, нужно наглеить. Надо отдавать счастье. Не ждите, отдавайте. Как женщине отдавать? Не надо прислуживать. Дорогие друзья, хочу вам сказать, что очень важно подписаться на мой официальный канал в YouTube, поставить лайк, комментарий, задать вопрос. Мои помощники обязательно ответят вам. А также очень важно поделиться этими лекциями с другими людьми, потому что таким образом вы поможете мне в распространении знаний по всему миру. Служение и прислуживание – это разные вещи. Служить бы рад, прислуживаться тошно. Всегда женщина должна готовить, стирать, убирать. Но она-то должна в двух настроениях уметь делать, уметь. Она должна уметь служить близко, если муж себя хорошо ведет, и служить далеко, думая о чем-то своем, когда он ведет себя плохо. Вот если она ему близко пытается служить, когда он ведет себя плохо, то это называется прислуживание или унижение. Вот в любви любовь не терпит никакого унижения. Надо всегда уметь быть достойным. Когда достоинство теряет человек, любви нет. Есть много видов потери достоинства. Например, когда человек становится гордым, у него много денег, то он холодеет, он становится как слежная королева. То есть его невозможно любить, потому что он как бы... В это время надо подальше от него держаться, не бояться. Люди часто думают, он богатый, значит, нельзя подальше, ты потеряешь вместе с деньгами его. Если богатый человек загордился собой, ты его уже потеряла, все. Вот гордость, видите, в близком человеке, он такой... Вот, все, ты его уже потеряла. Он уже не рядом с тобой, он уже далеко, все. Если ты не хочешь его совсем потерять, тогда чем надо противостоять гордости близкого человека? Он гордый. Доброй дистанции, значит, пришло время разлуки, пришло время на другой берег уходить, реки любви. Другой берег означает служу и радуюсь, наслаждаюсь кем? Природой, добрыми друзьями и Богом. Но не мужем. Надо уметь выключить краник зависимости. Вот если он раз, вот так, все, я вот так. Если человек это умеет делать, это так импонирует. То есть близкий человек сразу оценит, что она независимая. Вот почему царь себе царицу ищет? Кто такая царица вообще? Вот знаете, вот, допустим, он смотрит, там ему предлагают разных принцесс. Вот какую он выбирает? Та, которая смотрит на него и вообще от него не зависит. Она смотрит, улыбается, ей он пофиг вообще, она такая, она сама из себя. Он вот, о, вот это потянет быть царицей. Потому что если она зависимая, у нее столько богатств. Она такая, э, 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 такая зависимая. Ну и что? Ему будет нравиться жить с такой женщиной. неприятно. Она вся такая, что за жизнь? А вот если она независимая, красивая, еще говорит, да, мой хороший, так вообще тогда просто цены нет. Если она независимая, еще умеет любить, потому что, да, мой хороший, это просто игра. Вот уважать человека так классно. Вот как мужчину надо уважать? Ну да, да, мой хороший. Это уважение к мужчине просто. К женщине уважение какое? Вот, допустим, он царь. Он видит царицу, говорит, моя дорогая. Он царь, он там всех казнит каждый день. Так, казнить, повесить, казнить. В баню, в крематорию, в крематорию, в баню. Можно опять в крематорию. Когда же в баню? Все равно в крематорию. А в жене он нежный, ласковый такой, добрый, ласковый, нежный. Сразу становится. Она думает, о, какой хороший человек. Он может любить. Потому что, когда человек слишком властный, он не может любить. Может наслаждаться только людьми. Люди как второсортное что-то такое, вещество, которым надо наслаждаться. Но если человек имеет силу... Вот как понять, сильный мужчина или слабый? Знаете женщину? Сильный мужчина в социум ведет себя, как лев. Сильный мужчина. А женщина ведет себя, как ягненок. А слабый мужчина с женщиной ведет себя, как лев. а в социуме ведет себя как ягненок. А если он как лев ведет себя и женщиной в солнце, значит, он придурок. А если он как ягненок ведет себя женщиной и в социуме, значит, он не мужчина. Понятно? Разобрались? Сильный мужчина, разумный, женщина ведет себя как ягненок, по-доброму, ласково, а в социуме как лев. Но сильный мужчина, он знает границы. Вот он всегда по-доброму, когда женщина заходит за границу, а женщина склонна заходить за границу. Он раз ей, мягенько, барьерчик, говорит, вот сюда уже нельзя. Если она лезет, все равно он в дистанцию тогда. Все, на принцип идет. По-доброму опять тоже, по-доброму. Воспитывает по-доброму человека. Любовь означает доброе воспитание. Если ты любишь человека, ты воспитываешь его по-доброму всегда. Я когда в школе учился, я ходил в группе «Продленного дня» был. Там мы уроки делали. Я увидел там библиотечки, там стояла библиотечка в группе «Продленного дня», а книги многие невозможно было бы купить в магазине. И были книги, которые нигде не купишь. Там была такая энциклопедия, детская, большая, написано было «На суше и на море». Я никогда таких книг не видел. Я взял, начал читать, и там много интересного. Там дальние страны, всякие животные, там все описано. Я когда уроки делал, я читал эту книгу. Потом я ее прихватизировал домой. Думаю, хочу читать еще и дома. И когда преподаватель спросил, книгу никто не забирал домой, глядя на меня? Я ответил, никто не забирал. С этого момента я ее своровал уже, потому что я обманул. И она на следующий день позвонила домой к нам, говорит, у нас рейд, мы проверяем, чем наши ученики занимаются, когда не делают уроки. Моя мама говорит, хорошо, проходите вон в этой комнате, у меня сын сидит. Она заходит, учительница, ну чем я там занимаюсь? Читаю книгу. И она села рядом со мной. Я такой, я краснею, я бледнею. Мне так стыдно стало. Она села рядом со мной. Говорит, ну что, Олежик, такая книжка интересная, правда? Я говорю, да. Она говорит, ты решил домой взять почитать? Я говорю, да. Ну читай, говорит, ты только, ну, ты, говорит, только приноси ее. Приноси. Почитал, принес, поставил, потом пять почитал. Хорошо? Я говорю, хорошо. Я вот это был, я в седьмом классе, семь лет мне всего было. Я запомнил, представляете, сколько лет уже прошло, уже 52 года прошло. Я все помню это событие. Почему? Потому что это все с любовью делалось. Она не пришла меня разоблачать, а просто по-доброму, ну, по-доброму поговорила. И вот это на всю жизнь запомнилось, и не хочется уже обижать добрых людей, там, воровать что-то у них. Понимаете? Это называется любовь. И когда воспитание происходит, можно мужа так же воспитывать по-доброму тоже. Он загордился собой, там, много денег начал зарабатывать, сразу раз на дистанции. Пока не поздно, потому что потом будет поздно уже, потом бабы появятся уже. Вот всегда надо следить за близким человеком, надо руку на пульсе держать, не надо, как бы, а мужчина особенно, у него динамический характер очень. Видите, мужчина отдаляется, что-то свои дела у него какие-то пошли, сразу надо раз, дистанция, притягивать его, по-доброму заботиться, делать так, чтобы он почувствовал любовь, а потом начал неправильно себя вести, дистанция. Женщина тоже слишком много капризничает, раз, дистанция, по-доброму. Вот. И ждать. Может, придется ждать две недели, может, месяц. Придет время, и человек начнет интересоваться. А почему вот, что такое, в чем дело? Надо объяснить ему, что вот так не пойдет. Ну, давай вот так, вот так лучшее отношение строить. Никогда ни на что другое не соглашаться. Унижение. Человек всегда теряется, любовь, красота теряется. Вот женщина, допустим, осталась одна, у нее там двое детей, допустим, ну, или трое, там, пятеро, десятеро, неважно, она осталась одна. Она может замуж выйти или нет? Да, ну, как ей надо настроиться, чтобы выйти замуж? Вот как? М? А? Ну, вот смотрите, она вот, она смотрит на детей и думает, блин, мы одни, мы одни, мы такие сиротинушки. Ну, вы слушайте, вот как некоторые женщины думают. Думают, мы сиротинушки, у нас нет мужчины, мы одинокие. Выйдет замуж? Нет. А если она думает, вот мы такие красивые, нас так много, мы такие счастливые, представляете, женщина детьми только усиливается, она становится еще красивее, потому что у ней же любовь течет с ними, нежные отношения, она с детьми еще красивее становится женщина. И вот она, красота, помноженная на три уже, такая, она может быть очень влиятельной на мужчин, сильно влиять, и многие соглашаются, а если она несчастная, замученная, мы страдаем все вместе тут, тогда нет шансов. Надо не страдать, а надо принять судьбу, ее переварить и стать счастливой опять заново, как птица феникс, она сгорает, потом опять появляется и живет дальше. Надо возрождаться уметь, преодолевать вот эти вот, не бояться судьбы, быть сильнее судьбы. Все зависит от человека в жизни. Нет никаких безвыходных ситуаций. Как мой один знакомый еврей сказал, что даже если тебя съели, съели, все равно есть два выхода. Возрождайся. Возрождайся и заново опять живи. Никогда не сдавайся. Итак, человек прежде всего должен заниматься самим собой. Вот эта благостная жизнь означает научиться себя возрождать, делать сильным, вызовы судьбы побеждать. Женщина, что значит сила женщины? Сила женщины – это сила отношений. Если у женщины нет подружек, если женщина не может улыбаться людям на улице, если женщина не может ласково себя вести, то она не живая. Она ходячий труп. Когда женщина становится ходячим трупом? Когда она попадает в стресс. Вот она в стрессе, попала в стресс, она, как знаете, вот есть кошечки лежат такие, вот они не кушают, не пьют, да, больные животные. Собачки тоже такие. Даже лев, который, вот знаете, раненое животное, он не кусается, не рычит. Просто лежит, он перестал быть львом. Он потерял себя. Понимаете? Так и человек тоже. Но когда он попадает в стресс, он теряет себя. И дальше что он должен? Побольше работать? Или что он должен дальше? Чем он должен заняться? Должен прийти в себя. И есть три вещи, которые человека возвращают к жизни. Первая вещь – вы не знаете об этом ничего. Первая вещь – это аскезы. Это целая наука. Вот каждый человек должен понять, что с ним вообще происходит. Вот, допустим, вы возьмите, расслабьтесь, так сядьте, закройте глазки и думайте. Есть три эмоции всего, которые убивают человека. Изначальные три эмоции. Первая эмоция, она похожа на отчаяние, обиду, гнев, чувство несправедливости, раздражительность. То есть чувство, что я не могу терпеть, переносить что-то. Первая эмоция – отчаяние. Раздражительность, обида, гнев, отчаяние. Все это одно и то же. Эта эмоция побеждается водой и неподвижным положением тела. Человек это почувствовал, сразу должен в ботейн ходить, начать и научиться статическим упражнениям. Вторая эмоция – страх, чувство непреодолимого препятствия, чувство бессилия, воля страдает, нет сил, разбитость, страх. Страх, чувство неизвестного, тяжело как-то все, на тебя наваливается тяжесть, чувство неизвестного, разбитость, страх, нет воли, воли нет. Это побеждается длительным движением. И когда у человека плохое настроение, отрицательные эмоции, негативные мысли, разочарование в жизни, все на букву Х, то есть не очень хорошо, тогда нужно поститься, или на воде пост, или на зелени пост. Баня также помогает, токсины лечит, солнце помогает. Солнце в Астане отменяем. Вот, бани есть, пост на зелени есть, пост на воде есть. То есть с помощью поста человек возрождает в себе позитивное мышление, позитивизм возрождает. Понятно? С помощью длительного движения волю он возрождает в себе, волю. С помощью воды и статических упражнений возрождает в себе спокойствие. Три изначальные эмоции у человека должны быть. Первая изначальная эмоция – спокойствие. Глубокое спокойствие означает, энергия воды сильно движется внутри. Спокойствие такое, спокойствие. А, хорошо. Дальше. Глубокое чувство свободы, свободы. Я свободен. Свободен. Как женщина говорит, я мучилась 17 лет с ним, теперь я свободна. Да? Свободу почувствовал? Свободу почувствовал? Свободы или легкости такой, преодоление трудностей, легкости, свободы. Второе чувство. Первое – спокойствие. Второе – свобода. И третье – жизнерадостность. Жизнерадостность. У женщины, у мужчины по-разному чуть-чуть чувствуется. У женщины, когда жизнерадостная, она радуется окружающему миру. А мужчина, когда жизнерадостная, он радуется изнутри себя. А, да, да, да. Иеееее Иееее О На, на, на ла-ла Late Late Night А лтн О Да? Настроение поднялось? Мужчина жизнерадостная. Женщина жизнерадостная. Она радуется всему, что вокруг. Она счастливая. Бежит, 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 дорога не кончается. В пути то маки, то тюльпаны нам встречаются. Они качаются и улыбаются. Нам словно старые и добрые друзья. А в небе солнце озорное и лучистое. А небо здесь такое ровное и чистое. Что так и хочется рукой дотронуться. Оно ведь рядом, а достать его нельзя. А рядом нельзя. Понятно жизнерадостная девушка? Радуется людям всем. У нее из себя не идет жизнерадостная. Она не ходит ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Она всем радуется, людям радуется. Она в отношениях счастье испытывает. Женщина в отношениях. А мужчина из себя просто. Ему радостно изнутри. Понятна разница? Надо в отношениях радоваться, всем улыбаться. Не ходите несчастные. Спокойствие, легкость и жизнерадостность. Когда человек взаимоотношение с Богом строит, то все это вместе объединяется в такую чистую-чистую жизнь. Вот в сердце, как бы снаружи не было там, в сердце всегда должна быть чистая-чистая жизнь. Для этого нужна утренняя молитва. Вот утром помолился, и у тебя чистая-чистая жизнь. И это означает, что очень природу чисто, божественно видишь, людей божественно видишь, Бога чувствуешь изнутри. Вот так человек должен жить. И уснем на его... Мы проснемся в ладонях Бога. И уснем на его ладонях. Мы в руках его вечно будем. Каждый миг бы об этом помнить. На полянах, на травах сладких, Под распахнутым светлым небом. Мы дышать и смеяться будем. Побежим по проборам леса, По цветным ароматным прядям, По горам, по высоким скалам. Мы увидим его бескрайность, Изобрел в кореком зоре. Вот и осталось. Самая малость Просто поверить На самом деле Вот и осталось. Самая малость Просто поверить На самом деле Вот есть невежественные люди, Они силой хотят счастье Других извлекать. Силой. Есть страстные люди, Которые ждут счастья от других. Не извлекают силы, ждут. А есть благостные люди, Которые счастье добывают Из отношений с Богом. Сами добывают. Но ничего не ждут. Они знают, что счастье есть в природе. Для того, чтобы получить счастье от природы, Нужно аскезы на ней совершать. И оно зайдет. Вот пробежался, Вот только те, кто бегают на природе, Знают, что такое счастье природы По-настоящему. Когда бежишь на природе, Она дышать начинает. Ты чувствуешь лес, Чувствуешь солнце. Тебе, ааа, хорошо. Понимаете? Те, кто не включаются в природу, Они не чувствуют. Или, допустим, Ты в ледную воду зашел, Чувствуешь счастье природы. Ты на ветру побыл, Чувствуешь счастье природы. На дожде. Чувствуешь счастье природы, Когда аскезы совершаешь. Понимаете? Наполнился, Когда человек природой наполняет, Что он получает? Вот чем отличает человек Наполненный природой, От человека не наполненного природой. Человек наполненный природой, У него дышит жизнь. У него хорошее настроение. Ему легко, ему хорошо, Спокойно, радостно и сильно. Это все энергии природы. Спокойствие, радость, силы. Это не человеческие энергии. Природа энергии. Природы. Понятно? Все люди должны учиться наполняться. Вы хотите, чтобы все нормально, Слабый человек не может быть нормальным. Ну, допустим, вы решили купить себе собачку. Пошли на собачий рынок, И видите, как собачка у них много наград, Такая, ну такая крутая, Породистая такая, И сидит такая. Другая собачка без наград, Без всяких такая, И она такая, Гвостиком виляет. Какую будете брать? Конечно же, Нафиг она нужна с этим наградом? Всю жизнь. Так? А почему она жизнерадостная? Потому что ее прогуливали на улице, А то не прогуливали с наградами. Без энергии природы сидит. Вот и вся разница, понимаете? Любую собачку, если прогуливать, Она жизнерадостной становится. Она наполняется природой И становится счастливой. Виляет хвостом, Все ненормально. Понятно? Станьте жизнерадостными собачками и кошечками. Хватит быть общипанными и как бы... Зайчик к лягушке подходит, говорит, Чего ты такая скользкая, вонючая? И Гошка говорит, Да я просто вот аскезы не делаю на природе уже 3 месяца. Сейчас начну делать, стану мягкой, пушистой. Понятная система, нет? Теперь люди, люди, что дают люди? Вот ты вкладываешь людей, Желаешь им счастья, Помогаешь им во всем, стараешься, Прощаешь, терпишь, заботишься, дружишь. Что дают люди человеку? Вот у тебя радость, сила есть, радость, сила есть, Тебе хорошо жить. Чего тебе не хватает? Тебе не хватает успеха. Ну ты там, допустим, жизнерадостный, там, ковбой Джо скачет по прелиям, Жизнерадостный такой, счастливый, Но у него нет успеха, потому что он никому не нужен. Поэтому нет успеха. Он один. Когда человек любит людей, взаимодействует с ними, Легко выйти замуж, устроиться на работу, Добиться положения в обществе, иметь деньги, Это все отношения с людьми, запомните, Бескорыстные отношения с людьми Дают все эти виды успеха человеку. Люди думают, если я буду много пахать, у меня будут деньги. Деньги к человеку приходят из-за бескорыстия. Положение в обществе приходит из-за уважения к старших. Если ты хочешь быть руководителем, заботься о младших. Если человек имеет силу взаимодействия с людьми, Он любит людей, тогда он становится успешным человек. Успех – это сила, сила, которая идет от отношений с людьми. Вот у тебя появилась сила, там, стала жизнерадостная собачка, Теперь научись дружить с другими собачками, Если хочешь быть вожаком стаи. Быть успешной собачкой такой. Тогда научись быть, взаимодействовать с собачками. Понятно? Ты будешь ободранный псом ходить. Все будут на тебя бросаться и лаять. Собачка, когда в коллективе, они такие сильные, смелые, да? А когда одинокая, она куда-то приходит, Ее сразу на нее все. И она текает. Так? Так и человек тоже. Когда он любит людей, он сильный, очень много возможностей в жизни есть. Поэтому, когда от природы набрался энергии, научись любить людей. Вот как женщина может с мужем справиться? Кто поможет ей с мужем справиться? Дети помогут? А кто поможет? Подруги. Очень близкие отношения со всеми родственниками, в том числе с его родственниками. Вот если, допустим, женщина добилась близких отношений с мамой мужа. Муж под полным контролем. Они поругались, она маме его звонит. Говорит, мамочка, ты представляешь, что он вытворяет? Твой хорошенький. Она говорит, я с ним поговорю, доченька, не волнуйся. Я говорю, не волнуюсь, все нормально. Я знаю, что мы с ним вдвоем справимся. И мама звонит, ты чего там вытворяешь, такую девушку обижаешь, хорошую? И она, да я не знаю. Вот так вот с ним можно справиться. Если с мамой ты подружилась, проблем нет вообще. Женщина же, она коллективный разум. Вот в песочнице, допустим, мальчик с девочкой поссорились. Мальчик раз ее ударил лопаточкой. Дальше что происходит? Девочка побежала, нашла подружек, родителей. И пришла в песочницу к мальчику. Так? И мальчик что он сможет сделать? Там пять девочек стоит такие все. Он все, он слабак уже один. Или родителей она привела, он сразу сбежал с песочницы. Так? У женщины коллективный разум. Ее, если обидишь, она сразу собирает народ. Но если женщина, она имеет много подружек, с ней вообще ничего не сделаешь. Вот мужчина, допустим, поругался с женой. Он звонит другу, говорит, я с женой поругался. Он ему говорит, ну и дурак. Как бы кладет трубку. Женщина говорит, я поругалась с мужем. Да, моя хорошая, да как же так получилось? Ну, то есть, женщину все поддерживают, да, всегда. Мужчину кто-нибудь поддерживает? Никто не поддерживает его. Кто его будет поддерживать? Ему саму себя надо поддерживать. Вот мужчина же с женой ругается. Если женщина, правильно, сильная женщина, дети на чьей стороне будут? На мамы. Собачка, тараканы, на маминой. Все на маминой стороне. Все на стороне мамы. Соседи. Свекровь, теща. Все на стороне женщины. Он один. А? Если она сильная, женщина означает много отношений, много любви со всеми. Вот сильная женщина означает. А если она одинокая такая, ни с кем не общается, конечно, она не справится с мужиком. Если он обнаглел, то с ним никто не разговаривает. Ни один родственник с ним не разговаривает. Все. Она всем позвонила, всем сказала. Женщина имеет право вообще всем позвонить, все сказать. Мужчина нет. Мужчина жалуется, слабый, значит, человек. Женщина жалуется, нормально. Так? А мужчине как быть тогда? Мужчина должен быть самодостаточным. Он должен самодостаточным быть. Спокойным. Вообще мужчина, если начал ругаться с женой, уже все, он проиграл уже. Мужчина вообще не должен никогда ругаться с женой. Она там начала истелить, просто отошел в сторону и все. И тогда она его будет уважать. Вот женщины, вот два варианта. Неважно, прав муж или неправ. Два варианта. Первый вариант, он с вами спорит. Второй вариант, просто не обращать на вас внимания. Какого вы будете уважать больше? Конечно, второй, думаю, о, какой он сильный человек. Не спорит. Спокойный такой. Пошел. Ничего не говорит. Так? Классно же? Значит, мужчина должен учиться терпению, силе, внутренней выносливости. Не надо как женщина себя вести. Не надо спорить с женой. Надо мудрым быть. Эмоции – это как волны. Сегодня волнистая погода, завтра будет спокойно. Женщина сегодня волнуется, нервничает, завтра успокоится, потому что будет другая погода. Надо подождать, когда успокоится, и все. Не вступать в конфликт. Спокойно, не обращать внимания. Мудро себя вести. Надо просто барбамбе и куркуду. Что это значит? Ну, просто он сказал, что просто тебя зарыжет, и все. Ну, истерит, ну, отойдите, значит, вы. Будьте мудрее. Не разговаривайте, не общайтесь. Воспитывайте. Из любого мужчины женщина может сделать сильного человека. Вот поймите, воспитание – это не игнорить. Это показывать, что любовь выше ссор. Ни на что, кроме любви, не соглашаться – это не игнорить. Это показывать свою силу, самодостаточность. Просто по-доброму не общаться. Это не игнорить, не ненавидеть, не делать кислую морду. Ни фигульки не показывать. Просто благородный, добрый вид. Это так импонирует. Это так привлекает человека. Благородный, добрый вид, хоть женщины, хоть мужчины. Так привлекает мудрость. Понимаете, ты по-доброму относишься. Но, как бы, не… И если близкий человек пошел навстречу, ты сразу идешь навстречу, без проблем. Но есть принципы. Если человек нарушает принципы какие-то, он, допустим, гордится собой, тогда можно воспитывать, не приближаться к человеку, если он уже пошел в сторону, начал оскорблять. Но если конфликт какой-то не надо, из себя делать умный вид. Надо очень в глубине, очень сильно уважать человека, с которым ты живешь, потому что у него внутри Господь находится. И Он все тебе воздаст за все, что ты делаешь. Но я улыбался тебе. Но я улыбался тебе. Бывает, что мысли как тучи, бывает, что ревность нас мучит, Но должен один из двоих улыбнуться. И я улыбаюсь тебе. И я улыбаюсь тебе. Взгляни на меня долгим взглядом. Ты здесь, ты пока еще рядом. Ты рядом, но ты далеко, уже где-то. И я улыбаюсь тебе. И я улыбаюсь тебе. Первое. Ничего не ждать от человека. Заботиться, служить. Ждать благодарность. Любовь начинается с благодарности. Пока действует плохая судьба, он будет наглеть, мучить. У него будут проблемы какие-то в мозгах. Дистанция, служение. Дистанция, служение. Когда придет время, и твоя плохая судьба закончится, ты ее отработаешь, он станет благодарным. С этого начинается взаимность. Благодарность. Человек должен признать, что ты очень хороший человек. Признать это должен в сердце. Надо этого добиваться. Благодарность. Благодарность невозможна, если ты зависим. Ты постоянно ругаешься, ждешь, злишься. Неправильный образ жизни. Счастье можно вырабатывать только в взаимоотношении с природой, с друзьями добрыми или с Богом. Или это называется изнутри себя. Твое счастье – это твое достояние. Не надо никого из него выкорючивать. Чем больше ты пытаешься добиться счастья из близкого человека, тем быстрее развалится твоя семья. Женщина начинает капризничать, что-то требовать. Ничего не получится. Любовь насильно невозможно вызвать насилием. Мужчина строго, я тебе сказал, мольчать, стоять, лежать. Ничего не получится. Да, она слабая вроде, внешне слабая, но ты не сможешь из нее выковырить любовь. Она не будет тебя любить, если ты будешь с ней очень жестко себя вести, пренебрежительно. Никакой любви не будет. Любовь только из добрых чувств возникает. И при этом человек должен быть, как вот близкие отношения, что такое? Надо снаружи быть очень добрым, а снутри очень строгим. Вот человек должен видеть, что ты сильный человек, не слабый, но ты ради него становишься слабым. Вот когда человек видит близкий, что ты очень сильный, но для него становишься слабым, он будет тебя уважать. А если ты с ним ведешь себя сильно, а сам слабый, это никакого уважения не вызывает. Вот как сила в чем женщины? Сила женщины в чем? В эмоциях. Он начинает, пойдем поговорим. Он говорит, давай завтра, если сегодня устал. Сила женщины в эмоциях. Не надо на него давить эмоциями на мужа. Не надо. А сила мужчины в чем? В воле. Он волевой такой, я сказал, давит волей на жену. Сможет он добиться любви? Нет? Нет. Женщина эмоциями не добьется любви, капризами своими. Не добьется любви. Мужчина волей своей, давлением не добьется любви. Любовь – это когда ты стал самодостаточным рядом с человеком. Всегда любовь вызывает зависимость. Если ты любишь, начинаешь зависеть. Но должен научиться стать самодостаточным, счастье находить в отношениях с природой, с друзьями и с Богом. Научись. И дарить любовь, дарить близкому человеку. Тогда восстанавливаются постепенно нормальные отношения. Он будет благодарным, из благодарности что-то делать, а ты из благодарности ему что-то делаешь. Вот любовь начинается с уважения и благодарности. С насилия любовь никогда не начинается. Но пока нет уважения и благодарности, делай это из чувства долга. Уважай мужчину, смело веди себя. Да, мой хороший. Смелая женщина как себя ведет? Очень скромно с мужчиной. Она, да, мой хороший. Это смелая женщина. Слабая как себя ведет? Она с ним постоянно сражается, соревнуется, показывает свою силу женскую. Ну, надо это делать женщине или нет? Солдат ребенка не обидит. Понимаете, если ты сильный, тебе надо силу показывать. Вот, допустим, идет милиционер, у него кабура там сбоку болтается. Он такой идет. Ему надо силу показывать. Он должен по-доброму со всем, все-все. Его будут уважать. Сильный человек. Видно, что сильный. Он никогда не парится. А если человек слабый, он доказывает всем, что он сильный. Женщина доказывает эмоциями, истериками. Мужчина доказывает грубым тоном таким. Я мужчина, показывает, что он мужчина. Вот лев, допустим, лежит. Он будет на кого-то рычать? Просто так. Будет? Нет. Ну, шакалы, допустим, подбегают, начинают на них. Вот. Будет с ними тявкаться, нет? Нет. Он сильный. Сильная женщина ведет себя скромно, послушно, смиренно. Слабая женщина может тоже очень слабо и так себя вести. Но когда женщина ведет себя скромно и послушно, из-за того, что она сильно зависит, она теряет полностью отношения. Мужа теряет легко. Вот просто. Очень быстро. А когда она себя ведет скромно, потому что она знает, что так надо, что это очень сильно ей помогает в жизни, тогда она полностью покупает мужчину, потому что она самодостаточная и одновременно покорная. Это означает, он смотрит, вот эта царица ведет себя со мной так благородно. Я ее люблю. Не зачуханная там рабыня Изаура ведет себя покорно, а царица. Девушка знает, что такое? Божественная переводится. Дэви – божественная. Санскрит. Надо быть божественной. И одновременно покорной. Вот это значит мудрая женщина. Мудрый мужчина, он величественный. Он мужественный, сильный, разумный, терпеливый, спокойный. И одновременно добрый по отношению к жене. Добрый. Вот научитесь быть самодостаточным. Это самое первое. Если чувствуете, вам что-то не хватает, отчаяние пошло, не идите к близкому человеку, будет скандал. Если безысходность пошла, не идите к близкому человеку. Будет скандал. Плохое настроение – не идите к близкому человеку. Идите к близкому человеку, когда ему есть что подарить. Можете быть счастливы – подарите счастье. Можете быть спокойны – подарите спокойствие. Можете быть легкой – подарите легкость. Теперь, когда приходит тяжелая судьба Она часто приходит Это время работы над собой Это не время выяснения отношений никогда Это время еще большей работы над собой всегда Жизнь и суета, мчится сквозь года Бездны уготовила судьба Радость иногда, память навсегда И порой стучится к нам беда И когда для нас луч, надежду, газ Духом поднимает сердце глаз Чаша мудрых фраз И заветный сказ Ты услышишь от людей не раз Знаешь, что все пройдет Словно талый лед Горе радости, печаль уйдет Испытание ждет Жизнь спеша идет И былые дни перечеркнет Оглянись вокруг Сколько в мире мук И порой не слышен правды звук Боль былых разлук Спрячь в душе недуг Знай, беде речь Познается друг Итак, пришло время испытаний Во-первых, не надо делать вид, что оно не пришло Не надо голову в песок сувать Делать вид, что тигра нет рядом Страус иногда в пустынях там в этих Бегает от тигра И у него самый лучший коронный номер Это спрятать голову в песок У страуса голова не нужна тигру У страуса есть что-то и помягче, и побольше Вот, головы Поэтому это не помогает Поэтому, видите, надвигается беда Отношения портятся Все становится плохо Холод появляется Предательство Человек начинает хитрить, недоговаривать Все, пришла тяжелая судьба Что нужно делать? Нужно понять, что в целом Есть три вида этой судьбы Тяжелой И надо сначала продиагностировать Какой вид вообще к тебе пришел Вот, что за тяжелая судьба Первый вид тяжелой судьбы Это когда Нормально все в целом Самое главное, смотрите на человека Он выдерживает вас или нет? Две вещи надо понять Он выдерживает тебя или нет? Он предает тебя или нет? Все, две вещи Если он тебя выдерживает И не предает Значит, это самый слабый вид Тяжелой судьбы И он предназначен для укрепления отношений Просто вкладывайся в отношения Преодолевай трудности Старайся, заботься Помогай Будь ближе Второй вид тяжелой судьбы Человек Человек не выдерживает тебя Это так действует судьба Вот люди не знают ничего об этом Они думают, что это я ему не нужна Но если была не нужна Зачем он тогда женился на тебе? Люди думают, что все поменялось Ничего не поменялось Судьба Меняет отношения Что такое верность? Это когда ты не веришь Что то-то поменялось То он не выдерживает тебя Ты подходишь поговорить Заканчивается все скандалом Нет контакта Нет контакта Вот запомните Этот вид судьбы называется Жесткая судьба Жесткая означает Сильнее, чем ваша энергия Вы не можете добиться отношений Вы не можете добиться контакта Все время отдаления Грубость, скандалы Чем ближе подходишь Тем хуже становится У кого сейчас такая ситуация? Жесткая судьба Что делать? Надо понять Чего она хочет от тебя Действует же не муж Судьба действует Это важно понять Судьба Чего-то хочет от тебя Если ты это сделаешь Она от тебя отвяжется Что надо сделать? Надо стать самодостаточной Не лезть к мужу Жесткая судьба Приходит ко всем людям Которые зависят От близкого человека И судьба воспитывает человека Не надо, говорит Зависеть от близкого человека Это опасно Он портится от этого Всегда судьба Всегда судьба Все только судьба Нас окружает только судьба Все Если ты начинаешь На человека переваливать Ты не победишь судьбу Она хочет Чтоб ты на человека перевалил Чтоб ты подумал Да он, блин, козел Плохой человек Все судьба В пустыне Караван идет Мужик с квасом встает Смотрит Никто не подходит И он подбегает Говорит Смотрите вон Бочка с квасом Чего вы не подходите? Кваса не хотите? Они говорят Хотим А чего не подходите? Мираж Мираж Откуда в пустыне Бочка с квасом? Мираж Вот Судьба чего-то хочет Жестокая судьба Хочет, чтоб ты научилась Быть самодостаточной И Если ты стала Самодостаточной То проходит время И жестокая Жесткая судьба Заканчивается И опять Можно быть близкой Она Она тебя учит Быть самодостаточной Потому что Когда человек Самодостаточный Он всегда Приносит счастье Близкому человеку Зависимый человек Не может принести счастье Вот представьте Допустим Я Сильно Завишу От вас Вот я приехал Вам нравятся Мои лекции Или нет? Нравится? Нет уже Я разок Короче В Омске Был случай такой Я как раз Эту тему обсуждаю И женщина Спускается Мне цветы Вот решила подарить В этот момент Как раз Я бегу к ней За цветами Бегу Говорю Давайте Давайте цветы Она говорит Нет-нет-нет-нет-нет Она шла Цветы Мне подарить Не хочется ей Потом на место Села Я бегу За ней Говорю Давайте цветы Вы хотели Мне дать цветы Она говорит Идите Олег Геннадьевич Садитесь на место Я потом Вам дам Такой случай Был Это значит Она сильно Хотела Мне дать цветы Но она Все равно Не дала Потому что Я показал Зависимость Зависимость Отшибает Всякую любовь Вообще Все отшибает В сердце Ничего не остается Поэтому Бог и учит Он Учит Самодостаточности Потому что Только самого Достаточного Человека Можно Любить Разок Парень С девушкой В Москве Сидели на лекции И парень Встает Говорит У нас такая Чистая Светлая Любовь Олег Геннадьевич Вы даже Представить Все не можете Я говорю Я могу Он говорит Ну вот Как бы Нам очень Хорошо Вместе Я говорю Вы пока Помолчите Можно Он говорит Хорошо Я говорю Девушка Скажите Вы устаете От него Она говорит Устаю Сильно Олег Геннадьевич Сильно Устаю Он говорит Нет Она не устает Она так Говорит Просто На самом деле У нас Все Отличная Любовь Такая Мы Очень Любим Друг друга Все Он Полный Иллюзий Человек Находится Она там Бледная Сидит Он уже Задолбал Своей Любовью Называется Зависимость Он зависим От нее Бредит Человек Бредит Другим Человек Зависимость Она хорошая Девушка Терпит Я ему говорю Вот когда Вы станете Самодостаточным Она тоже Будет счастлива В этих отношениях Сейчас она Просто Мучается Вы ее Мучаете Поэтому Приходит Судьба Чтобы Научить Самодостаточность Как Разрушается Судьба В результате Семья В результате Жесткой Судьбы Вообще При жесткой Судьбе Можно Сохранить Семью Или нет Всегда Можно Сохранить Всегда Всегда Можно Сохранить Она Она Не Приходит Разрушить Семью Но Большинство Людей Разрушают Семью Потому Что Это Действует Как Пружина Жесткая Судьба Означает Сильнее Человека Они Лезут 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 К человек Друг 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 И потом Как Пружина Разлетаются Как Море Корабли Просто И все Лезут Потому Что Натягивают Пружину Один Мой Знакомый Звонит Своей Жене Я говорю Не звони Сейчас Нельзя Жесткая Судьба Идет Я должен Я сказал Я говорю Не надо Будет Очень Плохо Снег Башка Попадет Больно Будет Берет Звонит Не слушает Раз Жестко Поругались Очень Жестко На следующий День Я хочу Позвонить Не звони Развалится Семья Нет Я хочу Я не могу Я должен Сказать Я не могу Ну звони Будет Развод Позвонил Развалилась Семья Понятно Это жесткая Судьба Не лезь Не пей водицу Козленочком Станешь Точнее Козлом Понимаете Не лезь А хочется Хочется Сказать А не надо Понятно Теперь Жестокая Судьба Вот Когда приходит Тяжелая Судьба Вот как Понять Тяжелая Судьба Или нет Как понять Вот когда Человек Помыслим Это можно Помыслим Вот когда Человек Чем угодно Думает О жизни О работе О семье Там Но только Не о своей Жизни Значит У него Не тяжелая Судьба Правильно Как только Тяжелая Судьба Приходит Человек Начинает Думать О своей Жизни Сразу Понятно Значит Тяжелая Судьба И тут Три степени Тяжести Первая Степень Близкий Человек Вы можете С ним Разговаривать Тяжело Но можно Скандалов Нет Значит Просто Заботься Помогай Человеку Будь ближе И все Наладится Вторая Степень Тяжести Она Сильнее Тебя Судьба Сильнее Будь подальше От человека Помогай Заботься Не связывайся Не лезь Не выясняй Отношения Не пытайся Доказать Свою Правду Пройдет Время Месяц Два Три Четыре И все Наладится Само собой Потом раз И будете Ближе Когда пройдет Жесткая Судьба Но Человек Лезет Ему хочется Сказать Почему Потому что Он не справляется С этой Судьбой Нужно Учиться Самодостаточности Что дает Самодостаточность Природа Добрые Друзья Бог Если Есть Друзья Человек Самодостаточный Есть Природа Самодостаточная Есть Бог Самодостаточный Человек идет Туда Где у него Что есть Если Есть Природа Он бегает Там Аскезы Совершает В это В это В это Время Если Есть Добрые Друзья Он С Ними Общается Если Есть Бог Он В храм Ходит И Как Пережидает Эту Судьбу Надо Ее Переждать Теперь Чем Отличается Жестокая Судьба Не жесткая Жестокая Судьба Вот Запомните Отличие Только Одно При Жестокой Судьбе Люди Не Справляются С этой Судьбой И Начинают Предавать Друг Друга Вот Жесткая Судьба Нет Предательства Просто Ругаются Люди Значит Семья Не Развалится Надо Подождать А Вот Жестокая Судьба Когда Приходит Могут Даже Не Ругаться Люди А Просто Начинается Сразу Предательство Какие Виды Предательства Бывают Человек Чаще Всего Находит Себе Другого Человека Это Измены Это Самый Частый Вид Предательства Скрытность У человека Появляется Он Перестает С тобой Близко Общаться Что-то Своя Жизнь Какая-то Пошла Может Начать Деньги Куда-то Потихонечку На Сторону Там Копить Что-то Там Себе Что-то Покупать Пытается Все Апельсинчик Съешьте И все Пройдет Жестокая Судьба Может Убить Вас Может Разрушить Семью Ей Все Равно Сохранится Ваша Семья Или Нет И Люди Имеют Два Типа Веры Один Тип Веры Люди Верят Судьбу В свою Они Говорят Олег Геннадь У меня Все Хорошо Будет Это люди Верят В судьбу Они Думают Что судьба Их Защитит Вот Все Будет Хорошо Вот У меня Все Будет Хорошо Это Люди Верят В судьбу А Другие Люди Верят В Бога Что Значит Верить В Бога Это Значит Не Спрашивать Будет Хорошо Или Не Будет А Сделать Так Что Будет Хорошо Как Это Можно Сделать С Помощью Предания Если Потом В отношениях Потом Меняется Другой Человек Как Только Жестокая Судьба Пришла Она Хочет Только Одного Как Только Ты Это Получишь Все Наладится Сразу Но Получить Это Очень Сложно Потому Что Она Хочет Чтоб Ты Сильнее Поверил В Бога Потому Что Именно Приближение К Богу Является Целью Человеческой Жизни Любого Человека Вот Сколько Вы не жили Где Чем Вы не Занимались Вы думаете Цель У меня Жизни На работе Или Дома Или С женой Или Еще Где-то Все Это Не является Целью Жизни Это Просто Сама Жизнь Вот Вот Допустим Если Ты Поел Это Не Цель Жизни Поесть Это И Есть Жизнь Или Ты Женился Это Не Цель Жизни Это Сама Жизнь Цель Жизни Это Приближение К Богу И Если Ты Зажился Этой Жизнью Но Цель Не Осуществляешь Тогда Тебе Приходит Жестокая Судьба Допустим Кошка Цель Жизни Кошки Ловить Мышей Но Она Зажралась Там Ходит Виляет Хвостом Там Наслаждается Мышей Не ловит Мыши Рядом С ней Бегут Ей Пофиг К Ней Придет Жестокая Судьба Как Она К Ней Придет Хозяйка Перестанет Ей Давать Кушать И Она Будет Голодать Там Мучиться А Надо Что Делать Ловить Мышей Как Только Будешь Ловить Мышей Сразу Все Наладится Точно Так же И Здесь Если Ты Начал Молиться Начал Аскезы Совершать Приближаться К Богу То Все Наладится Потому Что Цель Жестокой Судьбы Это Тебя Приблизить Богу Больше Нет Цели Никакой Но Если Ты Не Хочешь Упрямишься Тогда Она Тебя Может Даже Убить Потому Что Ей Все Равно Ты Вечный Она Знает Что В следующей Жизни Опять Будет Жестокая Судьба Пока Не Захочешь Поверить Бога Не Отвертишься От Жестокой Это Самая Милостивая Судьба От нее Не Отвертишься Она Обязательно Человека Сделать Мудрым Обязательно Или Он Сдохнет И Она Будет Уничтожать Его Жизнь Пока Человек Не Станет Сильным В Своей Вере Все Поэтому И Все равно Развалится Семья Здоровье Главное Чтоб Вы Это Поняли Жестокой Судьбой Шутить Не Надо Вот С Любой Судьбой Можно Шутить Кроме Жестокой Жесткая Пришла Там Побудьте Отдельно Там Пожелайте Всем Счастья Все Восстановится Тяжелая Пришла Просто Служите Заботьтесь Друг О друге Когда Нормальная Жизнь Вообще Тяжелой Судьбы Нет Тогда Еще Лучше Жестокая Судьба Пришла Начали Родственники Умирать Бизнес Отжимают В стране Революции Пошли Там Всякие Беспредел Налоговые Приходят То есть Тебя Жестко Очень Мучает Предательство Темная Полоса Жизни Жестокая Судьба Это Темная Полоса Жизни Темнота Впереди Подожди Там Стеною Закаты Багровые Встречный Ветер Касые Дожди И Дороги Дороги Неровные Там Чужие Слова Там Дурная Молва Там Ненужные Встречи Случаются Там Сгорела Пошухла Трава И Следы Не Читаются В темноте Там Проверка На Прочность Бои И Туманы И Ветры С Пребоями Сердце Путает Ритмы Свои И Стучит С Перебоями Там Чужие Слова Там Дурная Молва Там Ненужные Встречи Случаются Там Сгорела Пошухла Трава И Следы Не Читаются В темноте Человек должен в это время перестать замыкаться на себе Христокая судьба что заставляет делать думать 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 о себе постоянно о своей жизни не спать не есть думать о своей жизни чем больше вы думаете о своей жизни тем больше вы вздыхаете потому что когда человек думает о себе в это время судьба его и крючит что такое шизофрения например это слишком погружение большое в себя человек с ума сходит ну то есть постоянные мысли о себе о своей жизни означает что поражение судьбе как победить судьбу отрывайся от себя иди на беговую дорожку иди там пробежки ходьба сейчас холодно хорошо в спортзал ходи вот бассейн вода летом водоемы открытые солнце добрые друзья помогай всем ты думаешь о себе иди помогай людям иначе сдохнешь иди в храм молись Богу все пришло время твое отрываться от себя забыть про себя первая стадия побед над судьбой спокойствие в сердце вторая стадия влияния на людей все кто приносит жестокую судьбу две категории людей бывают одни хорошие люди они не хотят это делать но делают эти люди станут друзьями твоими потом исправиться вторые люди это предатели те которые хотят это делать они тоже делятся на две категории если предатель раскаивается значит твой человек если не раскаивается Бог тебе даст другого но ты должен всегровно пытаться очищать отношения со всеми просто жестокая судьба делит людей на друзей и врагов врагов надо наказывать не надо им давать возможность над тобой издеваться а друзей надо притягивать себе ничего страшного что они ошибаются друзья это те кто раскаиваются говорят извини а враги это те кто типа да так тебе и надо ну хорошо давай сражаться значит сражаться означает чистая память о человеке и выполнение перед ним своего долга посадить надо сажай вернуть имущество возвращай всегда стремись справедливости в отношении с тем кто разрушает твою жизнь ну по-доброму относись человек он это делает под влиянием твоей судьбы никогда не надо зависеть от людей вот допустим человек изменяет но я его жена давай-ка я буду ну просто делать вид что ничего не происходит будет еще хуже одна женщина ко мне подошла говорит Олег Геннадьевич муж начал изменять что делать я говорю надо от него дистанцироваться и понять что к тебе пришла жестокая судьба надо научиться верить в Бога и стать сильной стойкой не позволять себя унижать она говорит ну а если я буду уступать ему что тогда будет я говорю тогда он приведет свою шлюху к тебе домой и в соседней комнате будет этим заниматься она говорит это уже произошло я говорю ну значит молодец уже докатилась до ручки я говорю я теперь на него смотреть не могу мне противно чем больше ты будешь позволять тем больше будет противно если ты не будешь позволять вообще не будет противно вот допустим он начал изменил тебе один раз а ты от него дистанцию живешь на расстоянии ставишь условия раскаялся пытаешься с ним взаимодействовать нет продолжаешь на расстоянии тогда тебе не будет противно почему тебе противно от человека становится а потому что ты сама так позволила ты сама позволила издеваться над собой кто тебя заставлял и допустим руку поднял там побил все дистанция дальше дальше будет то же самое если человек переступил черту он начал бить издеваться ничего не изменится все так и будет всю жизнь еще хуже будет можешь вообще убить потом что делать пришло время тебе отстаивать свою честь нельзя нельзя пока идут экзамены ну допустим человек изменил не надо разводиться жить отдельно ставить условия молиться и понять что при чем тут человек тебе пришла жестокая судьба что ты думаешь о человеке думай о своей жизни тебе надо спокойствие приобрести хорошее отношение с людьми тебя бьет жестокая судьба вот ты и пытайся ее победить сейчас что ты о нем думаешь это его жизнь и когда тебе лучше станет ты самодостаточной стала дальше у него будет выбор а если ты не побеждаешь судьбу у него не будет выбора жестокая судьба из тебя лепешку сделала с лепешкой жить никто не будет работай над собой развивайся стань сильной самодостаточной женщина бросила тоже так же надо становиться крепким самодостаточным не унижаться по доброму относиться ставить условия человек допустим дальше идет под откос поставь срок молись когда ты чувствуешь что ты побеждаешь судьбу сначала спокойствие потом ты простил по доброму относишься но не приближаешь его к себе если он грешит потом дальше чувствуешь у тебя сила уже появилась по отношению к человеку не он силен потому что грешит а ты чувствуешь что он уже не может с тобой ничего плохого сделать и он в этот момент должен сломаться если он не ломается говорит а мне пофиг его выбор ставишь срок небольшой идешь в ЗАГС и разводишься и Бог тебе ничего тогда не сделал ты все что могла сделала для человека мне человек не разводится за тем чтобы дать шанс не суди судим не будешь если ты сразу типа изменил пошел нафиг и разводишь значит у тебя будет то же самое то же изменишь сама потом посмотришь Бог тебя накажет тем же самым но если ты человеку шанс даешь пытаешься ему помочь сама работаешь над собой сдаешь свои экзамены он может раскаяться и вернуться это не значит что он уже полностью восстановился нет он может опять начать изменять то есть ты просто ему дальше даешь шанс если он вернулся это не значит что уже любовь восстановится она еще не скоро восстановится надо по-доброму относиться к человеку и смотреть на него если он дальше раскаивается идет правильным путем придет время и отношения станут ближе и все восстановится каждый человек оступается в жизни это неизбежно ты сказала поверь но прожить без потерь невозможно невозможно ты сказала поверь и вошла в мою дверь осторожно понятно если входит осторожно в твою дверь человек прости тебя никто не заставляет его любить любовь придет сама пусть докажет что он честный человек он придет время и он докажет и ты увидишь что все нормально любовь вернется со временем но этот путь мало кто выбирает но все равно ты свой должен пройти ты должен дать шанс даже если это один из ста дай шанс человеку если он вернулся твоя победа если не вернулся ты пройди три круга судьбы и Бог тебе даст другого одна не останешься но если ты шанса не даешь тебе тоже никто шанса давать не будет жестокость она всегда обоюдная понимаете то есть он тебя бросил три раз ну начал гулять три раз развод пошел вон скотина одна останешься значит кому ты что доказал человек почему разводится чтобы не страдать жестокая судьба пришла ты все равно будешь страдать пока веру в Бога не обретешь будешь хоть так страдать хоть так хоть разведешься будешь одна страдать не разведешься будешь с ним страдать на расстоянии страдания все равно неизбежны пока экзамены не сдашь пока не возвышишься страдать будешь возвышишься а страдание закончится все Можно вернуть человек Только когда он раскается Если никто не изменял Вот люди разлетелись, живут отдельности Можно вернуть человек? Можно Надо пройти три круга судьбы Первый круг – спокойствие в сердце Молитва, память о Боге Молишься, молишься, молишься Спокойствие в сердце возник Второй круг судьбы – влияние Чистая память Начинаешь чувствовать, что можно общаться Можно поговорить До этого невозможно было говорить Обидно, тяжело Начинаешь чувствовать, можно поговорить Третий круг судьбы – у него изменения в сердце происходят Он начинает сам хотеть вернуться Можно побеждать судьбу везде и всегда Сын, допустим, спивается Молишься Первая стадия – спокойствие Вторая – влияние Ты ему говоришь Надо в бассейн ходить Он начинает ходить Третья стадия – он бросает пить Когда судьба приходит жестоко Она пугает всегда Она говорит – сын не изменится Олег Геннадьевич говорит – изменится А у нас не изменится Это исключение Он не слушает, ничего не хочет делать Или он криминалом занялся Или развратом Жестокая судьба приходит Первое – что она делает? Пугает? А ты что делаешь? Сначала пугаешься, а потом восстанавливаешься И начинаешь молиться Аскезы совершать И побеждаешь ее постепенно Судьба приходит для того, чтобы ты ее побеждал Она для другого не приходит Зачем она еще нужна? А? Ко всем? Просто по-разному Один человек становится жертвой А другой – исполнителем Исполнитель – это человек Который больше страдает, чем жертва Просто когда жестокая судьба приходит То сначала страдает тот, кто меньше пострадает Потому что когда человек сам бросает Он уже себя обрек на большие страдания Просто сначала он будет пить сладкий вкус Яда Яд бывает сладким тоже А потом он будет испытывать последствия этого яда сладкого А тот, кто получает страдания Он уже отрабатывает последствия Он раньше это сделал Теперь уже получил Так сказать Назад Бумеранг Жизнь Бумеранг К тому ведется Что отдаете То и вернется То, что посеешь То и пожнешь Ложью пробьется Ваша же ложь Каждый поступок Каждый поступок имеет значение Только прощая Получишь прощение Вы отдаете Вам отдают Вы предаете Вас предают Вы обижаете Вас убежают Вы уважаете Вас уважают Жизнь Бумеранг Все и всем по заслугам Черные мысли Вернутся недугом Светлые мысли Божественным светом Если не думал Подумай об этом Никогда Не думайте Что судьба Вас может сломать Даже когда Совсем плохо стало Это просто Судьба И все Вот Даже если Вас расстреляли И вы умираете Это все равно Просто судьба Даже вот в этот момент Когда вы умираете Вы можете Вспомнить Бога И тогда Это обернется Милостью И вы пойдете В рай Или еще выше И будете потом Там Очень много жить Даже когда человек погибает Уже он может Думать не о том Что все хреново А может вспомнить Про Бога И в этот момент Он память о Боге В самый последний момент Жизни Дарит человеку Огромные Богатства В виде райской жизни Поэтому Никогда Не сдавайся Никогда Нельзя Падать духом Вот это Самое плохое Как я в детстве Там танцевал На дискотеке Там песня была такая Падай и вставай Вставай и падай Падай и вставай Вставай и падай Падай и вставай Но Не падай духом Ну что ж Ну что ж Вставай и падай Падай и вставай Вставай и падай Падай и вставай Но Не падай духом Классно И если вы Хотя бы Один раз в жизни Прошли этот путь Памяти о Боге Надо изучать Что это такое Вот допустим Что вам нравится В том что я вот так Включил музыку И так Чем я занимаюсь В это время Мчу просто Что я делаю Нет Я в это время Сильно Сильно Помню Тех кто молится Со всей силы Какая у меня Только есть Я прям Пытаюсь Помнить Тех кто молится Потому что В это время Когда ты помнишь О тех кто молится Бог входит В твое сердце Он входит Через память О тех кто Думает о Боге Если молитва Очень искрення Значит там Бог находится В ней Вот допустим Если кто-то Поет о своей девушке Он ее любит Ты если Очень сильно Сосредоточишься Ты почувствуешь Эту любовь И девушку Почувствуешь Все Точно так же Когда человек Думает о Боге Ты сильно Думаешь об этом Включаешь память Синхронизируешься С этой песней То ты тоже Соединяешься С Богом Вот так надо Молиться Понимаете Молитва Означает Ты зеркалишь Чужую память Берешь себя Бога Через это Потому что Когда человек В плохой судьбе Находится У него нет Возможности Своей Помнить о Боге Он сильно Помнит о своей жизни Вообще Не может Отвлечься У него как Примагнитило Его к своей жизни В это время Если у него Есть опыт Вот так Соединяться С теми Кто молится У него Легче 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 В сердце Становится Потому что Когда в сердце Бог заходит Через память Он через память Заходит в сердце Бог всегда Через память Можно не обязательно Соединяться С теми Кто молится Соединяйтесь С тем Где вы Бога Почувствовали Бог обязательно О себе Даст знать Например Вы в святое место Какое-то Приехали И так Ой Хорошо Так стало Вы чувствуете Все исполняется Все желания Сбываются Сила какая-то Пошла Бог вам показал Вот я здесь Дальше Что с этим Надо делать Дальше Когда ты Начинаешь Молиться Вспоминай Это место Святое Сильно Вспоминай Сильно Мысленно Кланься Кланься Вспоминай Вспоминай Вот это Называется Молитва Молитва Это не просто Там что-нибудь Требезжать Аллилуйя 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 Это не молитва Это Понимаете Когда Человек Молится С памятью О Боге Он передает Вот этот вкус К молитве Даже птицы Животные Все Принимают Этот вкус К молитве Понимаете Никто Не остается Равнодушным Маленьше П buys Слава Господи Помяни Господи Помень Господи Господи Помимо Господи Господи Помимо Слава Тебе Господи Господи Помимо Слава Тебе Господи Стрешной Безьины На Безьми Посмотрите Мыслаб Ravna Возsentwives Вы Увели Клюков Да Что Возвыш Господи, Господи, пожалуйста. Это кто говорит? Кто говорит? Попугай говорит. Он понимает то, что он говорит? Он чувствует эмоцию. Попугай две недели жил у бабушки. Хозяева поехали на море отдохнуть. Они его назад вернули. И что попугай поймал? Он поймал эмоции любви. И он сейчас в этой эмоции живет. И вот так завлекла эта эмоция, что ему пофиг все остальное. Он сидит, почитаю, почитаю, почитаю. Господи, помилуй, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй, помилуй, помилуй. Это значит, что бабушка какая была? Она верующая, она любила Бога, обожала Бога и думала о Нем все время. Вот это и есть высшая цель человеческой жизни. Понимаете? И она привлекает любого, даже попугай становится верующим. Сыне Божий, помилуй. Сыне Божий, помилуй. Сыне Божий, помилуй. Сыне Божий, помилуй, 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 помилуй. Это уже ребенка на два дня к бабушке отдали. Запомните, можно смеяться, можно не смеяться, но в этом самая главная мудрость человеческой жизни. Запомните, Бог передается только через искренних людей, через искренние сердца. По-другому вы его не почувствуете. Даже ребенок, даже попугай чувствует Бога и начинает привлекаться. Бог почему такой привлекательный? Потому что когда человек начинает чувствовать Бога и ему молиться, то все страдания отступают. Человек сначала думает, что это какое-то внушение. На самом деле это не внушение, это реальность, которая происходит. Вот кто вчера во время молитвы у вас в сердце спокойно стало, сила какая-то появилась, поднимите руку. Это реальность. Вы почувствовали Бога в своем сердце, Он начал убирать у вас препятствия в жизни, все проблемы решать. Вы можете и без меня это делать сами. Надо просто научиться правильно, как это делать. Для этого надо учиться. У нас есть ретриты, победа над судьбой. Вот, допустим, сейчас я в Москву приеду через 4 дня. Да, 21-й будет ретрит онлайн, победа над судьбой. Включайтесь онлайн и попробуйте это все сделать. Это немножко поздновато для вас, конечно, будет, потому что в Москве там все начнется в 7 часов вечера, а у вас в это время уже будет 10. Но все равно можно взять и попробовать один день. Или в записи послушать потом, понимаете? Вот этим занимайтесь, учитесь. И тогда ваша жизнь начнет налаживаться. Вот эти три практики. Аскезы, общение с природой, любовь к людям, я желаю всем счастья, и молитва. Они воскрешают человека от всех проблем, решают все проблемы. Поймите, что ничего страшного, ничего не происходит у вас. Никогда. Вот развалилась семья там, муж бросил там, ничего страшного у вас не происходит. Одна женщина ко мне подошла, говорит, Олег Геннадьевич, вы говорите, ничего страшного не происходит, у меня ребенок погиб. Что, тоже ничего страшного не происходит? Я говорю, ничего страшного не происходит. Она говорит, ну как мне это понять? Я говорю, смотрите мне в глаза. Она смотрит. Я говорю, смотрите внимательно мне в глаза. Пытайтесь увидеть то, что я вижу. Ваш ребенок в раю сейчас находится. Он вам посылает счастье. Ему хорошо. Это хорошо, когда вашему ребенку хорошо. Он надолго попал в рай. Она смотрит на меня и говорит, я начинаю чувствовать. Спасибо вам. Ничего плохого никогда не бывает. Если неожиданная смерть, насильственная смерть, человек в рай уходит. Понимаете? Ничего плохого в этом. Все, что мы видим плохого, это просто наше восприятие. Это временное. Ну, допустим, муж предал. Что в этом хорошего? Надо смотреть не с позиции того, что сейчас происходит, а с позиции, для чего вам это Бог дал. Вот я вижу, для чего вам это Бог дал. А вы не видите. В этом вся разница. Бог вам сначала даст через это мудрость. Вы сначала путь мудрости пройдете, статем мудрой через это, что вас муж бросил. А потом вы обретете очень мудрого человека, с которым вы будете жить. И вот это и есть то, что сейчас происходит. И вы будете благодарить всю жизнь Бога за то, что Он так сделал. Потому что вы жили с тем человеком, который вас недостоин. Он слабый по отношению к вам. Только делает крутой вид, а сам на самом деле не понимает глубину вашей природы. И для того, чтобы вы счастливы были, Бог вам дал вот такой путь. Потому что вы сейчас пока не достойны такого человека. Но если вы пройдете этот путь, вы будете достойны. Ну, я могу каждому из вас вот все объяснить, почему так все происходит. Вы мне просто поверьте, что все, что в вас в жизни происходит, все это происходит для того, чтобы вы были счастливы. Ну, просто надо в это поверить, понимаете? Надо поверить, что Бог никогда не делает ничего плохого в этом мире. Все, что Он делает, Он делает все хорошо. Ко мне подошел один раз один человек, мужчина. Говорит, я слушаю ваши лекции. И я в молитве сам понял все. Но вы должны мне подтвердить. Я говорю, ну давайте. Он говорит, у меня была очень хорошая семья. Вот вы тогда рассказываете всякие вот эти все дела. У меня такого не было. У меня была очень гармоничная семья. Чистые, светлые отношения с женой. У меня было чистое отношение светлое с двумя детьми. Сначала ушел из жизни один ребенок. Потом из жизни ушел второй ребенок. Потом из жизни ушла моя жена. И я знаю, что, почему. Вы мне теперь скажите. Я ему сказал, я говорю, я тоже знаю. Все это произошло для того, чтобы вы были достойными. Достойными этих ваших детей и жены. И сейчас вы этот путь уже прошли. Вы стали им достойны их. И они вас ждут в раю. Когда вы уйдете из этой жизни, вы с ними встретитесь. И он что мне сказал в ответ? Он мне сказал, я это знаю. И пошел. Все, что плохое, это предвестник хорошего. А что, они думают, что у них все плохое, что ли? Они думают, что у них все хорошо. Люди, которые грешат, они не чувствуют, что им плохо. Вот человек выпивает, что он чувствует, что им плохо, что ли? Ну, наслаждается жизнью. Вот когда он начнет исправляться, вот тогда будет плохо. Жертвы педофилов. Жертвы педофилов. Это испытание. Это испытание. Ребенок сам так делал, потом получил такой результат. Да. Да. Но это ему его воскресит. Если он испытал такое чувство, потом это страдание, которое он испытал, оно сделает его чище, лучше. Вот, допустим, что хорошего, когда человек слепой? Вы знаете, что у слепого быть святым в 10 раз больше шансов, чем у обычного человека? Потому что ему здесь ничего не светит в этом мире. Ему светит только во внутреннем мире что-то, понимаете? Вот когда мы взяли лекции мои, сделали для глухонемых, вот так вот с этими. Да. Так эти лекции, знаете, как пошли на расхват. Тут же прямо их там по 50 раз один человек смотрит. Люди просто начали всасывать эти лекции, потому что они больше достойны знания. Все люди, которые испытывают страдания на этой земле, им легче получать знания. И они его впитывают, как губку всегда. Вот, допустим, ну, мои хорошие, может быть, вам это не слушать, я не знаю. Вот, допустим, у меня есть случай, женщина взяла, оставила у себя ребенка, инвалида, тяжелую. И возвысилась. Она стала святой. Просто из-за того, что она с этим ребенком жила. Ему помогало всю жизнь. Как бы это не обязательно вот этим путем идти. Это тяжелый путь. У меня один очень возвышенный человек, он читал лекции, был очень возвышенный человек. Был монахом. И он решил взять девушку на коляске замуж. Я посмотрел на него, говорю, ты не потянешь эту ношу, не надо этого делать. И он меня не послушал, они оба были моими знакомыми, они перестали со мной общаться. Вот. Потом опять как бы простили мне эти слова. Прошло 10 лет. Он пытался ей помочь, ее поднять как бы, но не смог. Какой результат? Он сломался полностью, начал пить, мясо есть опять, как раньше. Гулять по женщинам. Брозил ее. Другой мой знакомый взял женщину, которая слепла в это время. Должна была стать слепой. Ну, неизлечимый заболевание. И я ему говорю, не потянешь ношу эту, не надо этого делать. Тоже знакомый мой. И он говорит, нет, я потяну. И начал жить с ней. Прошло там 8 или 9 лет. И он мне позвонил, говорит, я хочу себе, ну, как я готов о ней заботиться, но я хочу себе нормальную жену. Я устал. Я говорю, ну, я же тебе говорил, не потянешь ношу. Он говорит, да, я не смог потянуть. Я говорю, если хочешь истинного счастья в жизни, мудрости и чистоты, останься с ней. Если хочешь понаслаждаться, возьми себе другую и заботься о ней. И положил трубку. И он остался с ней. И сейчас он наставник, все его любят. У них прекрасная семья. Они любят друг друга. Мои хорошие, брать на себя лишнего не надо. Но если как бы судьба пришла, то надо принимать, побеждать и сражаться. Не надо сдаваться. Каждому в жизни приходит тяжелая судьба всегда. И надо знать, что с этим делать. Вот для этого я вам это все рассказываю. Понимаете? Бог любит смелых людей очень. Он не любит тех, кто ломается, сдается. Смелых и благородных он любит. Когда человек мало того, что он смелый, еще прощает и не сдается. Изучайте, что такое достоинство. Вот все эти психологи, которые вам рассказывают, что достоинство означает верить в себя, любить себя, полюби себя. Это все полнейшая чушь. Достоинство – это когда ты веришь, что Бог тебе будет давать силы, если ты делаешь так, как Он хочет. Вот, например, что такое достойный человек? Он не ведет себя вот так, высоко голову не поднимает. Достойный человек – это когда Бог ему в сердце постоянно говорит, молодец, 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 молодец. И он чувствует вот это вот, что он правильной дорогой идет. Это достоинство. Вот достойный человек, допустим, оступился, сделал грех. Он берет, искренне раскаялся. Он раскаялся, он униженным стал, вот когда он раскаялся. Нет, Бог опять ему говорит, молодец, молодец. Он опять идет сильным путем. Достойный человек – это тот, который живет так, как Бог хочет. Он не гордый, он сильный. У него голова высоко поднимается, потому что так ему удобнее ходить. Потому что так Бог хочет, чтобы он так ходил. Понимаете, достойный человек – это человек величественный. Величественный не означает гордый. Величественный означает, у него перед Богом много заслуг. Вот таким надо стать человеком. Понимаете, надо стать человеком, которому очень Богу нравится. И сердце у него такого человека, Бог ему дает знания, мудрость, победу. Все, ему раздает много подарков. Вот это называется достойный человек. Если, допустим, пришла жестокая судьба, не надо перед ней на коленки вставать, унижаться, держаться за свое. Типа, у меня же там имущество, деньги, я не брошу своего мужа. Если будешь лезть, унижаться, еще хуже будет, и вообще все потеряешь. Вот, допустим, тебя поймали в плен, у тебя два варианта, или начать лебезить там, или просто по-доброму себя вести спокойно. Ну, допустим, не понравилось, что ты по-доброму, взяли тебя, расстреляли, что дальше с тобой будет? Пойдешь в рай. А если будешь лебезить, пойдешь в ад. Никогда не сдавайся. Чтобы не сдаваться, надо всегда идти за святыми и всегда помнить о Боге. Надо всегда молиться Ему, воспевать Его имена, славить Его. Всегда стремиться к высшей цели в жизни. Не сдавайся никогда, пой с любовью песнь свою. Всей душой стремись туда, где твой истинный приют. Белый флаг не поднимай, если мраком все покрыто. Непрестанно уповай, есть надежная защита. Нужно только стойким быть, верить, что победа с нами, Что надежду не убить и огнем не выжечь память. Этот мир уже в руках, всюду смерть, и ты несчастен. Но рассеивает страх тот, кто страху не подвластен. Он идет перед тобой, воин Бога, воин света. Он вступает в смертный бой, ибо знает, смерти нету. Ты иди за ним во тьму, помоги своим оружием. Здесь ты нужен, здесь ты нужен, сам разрушь свою тюрьму. Ты стремился жить, любя, даже в этом бренном теле. Побеждая сам себя, ты достигнешь этой цели, Если сможешь не забыть тех, кто шел перед тобою. Ты сумеешь полюбить бескорыстною любовью. Нужно только стойким быть, верить, что победа с нами, Что надежду не убить и огнем не выжечь память. Я как-то один и тот же сон мне снился постоянно. Про то, что меня в армию забирают. Уже в 50 лет приснился, и я во сне думаю, Да блин, мне уже 50 лет, уже все, уже в армию не забирают в таком возрасте. Поменяли закон, забирают. Я говорю, да там это, блин, в Белоруссии уже части нет, там уже другая страна. Нет, осталась эта часть. Да я говорю, да прапорщик этот уже умер. Он уже, ну тогда был в возрасте. Нет, он долгожитель. Все, поедешь опять в эту часть, туда опять. Я думаю, блин, ну что это за сон такой? Он меня уже достал. Я взял, просто начал в этот сон концентрироваться, Прямо туда в него входить. Что именно меня заставляет его вспоминать? Я пошел, пошел в эту воинскую часть, где я служил в армии, как мне было тяжело. Начал входить вот в эти события. И раз резко эта часть растворяется, и появляется совсем, я глубже пошел, появляется совсем другое место. Появляется 7 рядов колючей проволоки. Я в женском теле, люди вокруг полосатых одежды ходят. Мы спим на деревянных таких нарах, по 5 рядов таких вот маленьких проходы. Я вижу, как я страдаю от того, что людям не могу помочь. Я вижу, как я сильно хочу победить судьбу, но не знаю, как. И вот в этом состоянии, сильном желании помочь людям, и сильном желании победить судьбу, я ухожу из жизни. Вот сильно стараюсь, но все равно ухожу из жизни. От голода, умираю от голода. В этой жизни, что я получаю? Первое, сильное желание покушать. Что я умер от голода, значит, надо кушать. Сильное желание покушать, тоже опасная вещь. Если бы я столько кушал два раза в день, как я ем, то я бы был толстый. Поэтому я решил есть один раз в день, и с утра почусь. Второе, что я получаю? Сильное желание побеждать судьбу. Это я уже с детства начал аскезы совершать, йогой заниматься. Никогда не пил, никогда не курил. С детства в проруби купался с 12 лет на снегу, бегал там и так далее. Молился уже, с детства учился и так далее. Сильное желание помогать людям. Я получил с детства уже. Мама рассказывает, как я приносил веточки, которые обрезали, ставил в воду, говорю, мы спасаем веточки, мама. Будем их спасать, они, чтобы не погибли. Ну, то есть маленький ребенок, 6 лет, я веточки приносил домой. Все, что обрезали, носил, таскал, ставил в воду. Разок кошку, глаз ей выбили, она не могла смотреть другим глазом, бежала, мяукала. Я ее в шкаф закрыл, скорую помощь вызвал. Говорю, скорая помощь, да. У вас что, у нас кошка, говорю, в шкафу. Мне 7 лет. Они говорят, сейчас приедем. Ну, как бы, чтобы я трубку положил. Ясно, что за кошкой никто не поехал. Вот. И что плохого произошло, скажите? Вот что плохого? Это смерть в концлагере, она дала плохой какой-то результат, нет? Видите, я всю жизнь теперь развиваюсь, работаю над собой, побеждаю судьбу, учусь в молитве, людей обучаю. Классно же? Но тогда это не казалось так. Поэтому все, что в жизни происходит, оно не надо воспринимать на 5 секунд, понимаете? Вот старайтесь, побеждайте, преодолевайте трудности. Не в этой, так в следующей жизни получите свои награды. Ну, скорее всего, в этой жизни. Редко бывает другой. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Какие у вас вопросы? Да? По лекции? Ну, давай. Обманывают меня обычно? Здесь, в Астане, всегда меня обманывают. Говорят, по лекциям, а сама что-нибудь другое спросит. Здравствуйте всем. Я вот хотела узнать, победила ли я свою судьбу? О, хороший вопрос. В чем? Ну, у меня была такая тяжелая ситуация в нашей семейной жизни. Вот мы все вот эту стадию пришли. Ну, хорошо. Первая стадия. Спокойствие в сердце появилось по поводу ситуации? Отношения налажены, светлая память к человеку появилась? Да, есть. У него поменялось отношение к вам? Да, поменялось. 20 минут еще раз и, по-моему, все уже. По-моему, а? Все, ага. Поменялось, да. И в комок вот здесь у меня стояло, и оно ушло. Погодите, какая ситуация, скажите мне, не можете сказать, какая ситуация? Не хочу говорить. Не хочу. Раз, два. Почти 100%. Осталось еще где-то 6-7% победить. Нет, я просто хочу узнать, не повторится ли вот эта ситуация. Ну, не знаю, у меня причин все такое, что все у меня налаживается. Я тоже не вижу, что повторилось. Не вижу такого. А потом, мне кажется, что я вещи и сны слишком часто вижу. И то, что я говорю, мне кажется... Вот смотрите, давайте вещи и сны. Вот смотрите. Есть два вида вещих снов. Вот вы, допустим, что-то видите, прямо как будто с вами это происходило. И вы чувствуете, что вот так будет в будущем. Это заблуждение. Этот сон означает видение прошлой жизни. Вот, допустим, кто боится из вас, что что-то с вашим ребенком случится? Поднимите руку. Прямо четко видите, как это произойдет. Это уже было в прошлой жизни. Ничего в этой жизни не случится. Это называется наваждение. Допустим, кто из вас чувствует, что вы можете раньше времени умереть? Ранняя смерть у вас будет. Это наваждение. Это уже было. Вот все, кто в руки поднимает, я вам говорю, что это уже было. Запомните, когда человек сильно чувствует ситуацию, прямо четко и ясно ее воспринимает, то это уже было. А ему кажется, что будет. Это наваждение. А вот как чувствуется будущее? Будущее чувствуется в виде трудности, которую ты не можешь распознать. Она на тебя наваливается, как сила какая-то, которую ты не знаешь, как ее воспринимать. Как она действует, ты не понимаешь. Но она есть. Вот эта сила приходит из будущего. И она в основном не снится, а просто чувствуешь, как какое-то влияние на тебя начинается, сила какая-то. Можешь во сне почувствовать эту силу. Но у тебя нет оценки никакой. Ты знаешь, что это тяжело, что это трудно. А что именно, ты не знаешь. Вот это будущее. Запомнили? Когда будущее, тяжелая судьба приходит, она вот так приходит, как в виде какой-то напряжения, какой-то тревоги, которую ты не можешь оценить. Но если ты точно чувствуешь, что будет, тогда это из прошлого. Запомнили? И сны точно так же вещи. В основном идут из прошлого. Я тоже часто вижу в своей прошлой жизни. Вот недавно, допустим, я увидел дом, недоделанный, недостроенный дом. Я так переживал, думаю, блин, что мне мешает его достроить вообще? И я потом, когда пробуждаться начал, я начал судорожно вспоминать, у меня в этой жизни есть этот дом недостроенный или нет? Смотрю, нету. И я сразу назад туда, в этот дом, начал пытаться себя осознать, а как я там жил. И вспомнил свою жизнь. Потом мне понравилось, еще один дом, думаю, еще у меня такие дома есть. И раз еще один дом увидел. И через этот дом тоже вспомнил свою жизнь. Это не обращайте имя, это есть или нет, это всегда, когда чего-то нет, это значит, что вам не положено знать. Вера дает человеку столько, сколько ему нужно, чтобы прийти к Богу. Знание, оно бесконечное, его очень много. Не всегда все человек знает. Ислам пришел, корни ислама находятся в еврейской духовной традиции. Ну, чтобы вы знали. Оттуда все. Допустим, Ибрагим – это Авраам. Понимаете? Так вот, в еврейской духовной традиции есть прошлая жизнь. Знание там об этом есть. Оно описано. Но в христианстве тоже нет этого знания. Потому что христиане не стали это знание внедрять в свою жизнь. Оно есть в еврейской духовной традиции. Там даже они могли вычислять, кто как... И была астрология в еврейской духовной традиции. Они могли вычислять, кто кем был в прошлой жизни. И даже у них в летописях а это описано, кто кем был в прошлой жизни. Но намеки на это знание есть в христианстве. Например, Иисус Христос его спросили, а чем владенец-то виноват? Он сказал, за свои прошлые грехи. Это намек на прошлую жизнь. У нас в исламе говорится, что нету другой жизни, если только вот эта жизнь и все этим заканчивается. Вот я... Ну, вот когда вы говорите... Знаете, зачем это нужно так думать? Чтоб вы ни на что не рассчитывали. Нет, вот говорите же в прошлой жизни, в прошлой жизни, да? Вот иногда мне кажется, что я в прошлой жизни была... Я представляю себя, какими я в прошлой жизни была. Но это противоречит моему... Ну, Исламу это противоречит. И у меня вот... Не волнуйтесь, это не противоречит Исламу. Аллах все знает. Знание не может противоречить вере человека. Знание бывает более глубоким, менее глубоким. Знание бывает настолько глубоким, что оно скрыто от людей. Это эзотерическое знание называется, тайное знание. А можно еще один вопрос? Не по теме. Я как-то пришел в Ташкенте в один храм мусульманский. Там было захоронение мусульманского святого, который лечил людей и видел будущее и прошлое. Я... Он молился под землей. У него там была обсерватория, лучи света туда проникали. Кто там был в таком месте, поднимите? Были, да? Вот я сел у него там в этой темной комнате подземной и начал молиться. И я почувствовал ход времени. Я почувствовал прошлое свое, будущее благодаря его силе этого святого. Я почувствовал влияние его силы, вот это знание о прошлом и будущем. У него у этого святого я учился через молитву. Так что в исламе тоже это есть, но это тайное знание. Суфизм, да. Спасибо вам большое. Я желаю вам всем мира, счастья, здоровья, любви, самого светлого в вашей жизни. Субтитры создавал DimaTorzok